всем здравия желаю с вами дмитрий в этом видео я расскажу вам как мы можем применить холод и тепло при получении травмы поехали итак давайте рассмотрим где мы применяем холод где тепло и начнем с доски где я предварительно уже написал пару заметок так начнем с холода получается холод мы применяем для чего для того чтобы сузить сосуды вместе где мы его будем применять и этим мы создадим замедление вытекания крови в поврежденную область и благодаря этому у нас быстрее восстановится вот травмированный участок меньше там будет в полости крови соответственно меньше будет проблем и быстрее восстановление вот это участка а также это конечно будет уменьшение боли когда мы применяем холод мы его применяем максимально быстро после травмы сначала конечно там безопасность если есть там кровь остановка кровотечения и потом у нас идет уже использование холодового компресса холодового каких-то моментов которые мы будем прикладывать к месту травмы наш алгоритм действий мы его прикладываем на 15-20 минут и затем делаем какой-то перерыв на 5-10 минут потом вот мы продолжаем опять на 15-20 минут мы его прикладываем так мы можем действовать течение двух-трех часов это наиболее будет лучшая такая тактика и дальше нету смысла после двух-трех часов холодовые компрессы вот эти их уже нету смысла делать где мы можем опять применить холод какие-то случаи это гипер термия то есть перегревание в местах где мы можем приложить наши вот такие или специальные либо импровизированные элементы холода этим мы можем понизить температуру и снизить общую повышенную температуру тела пострадавшего это и перегревание солнечный удар вот все что связано с повышением температуры следующее это уменьшение отека и соответственно боли это то что мы говорили раньше о сужении сосудов по уменьшение боли и это будет как практически такой обезболивающий эффект вместе куда мы его будем прикладывать это мы можем использовать ну например нужно будет зашить рану нужно что-то достать какой-то элемент ненужный находящийся в полости кожи там в ране вот мы можем как бы обезболивать вот это место при помощи холода до следующий это укус насекомых и зуд который мы можем вот уменьшить значительно это конечно же ушиб на месте ушиба когда кто-то ударился каким-то участком тела мы можем применять опять холод и это физические нагрузки на мышцы мы можем прикладывать холодовые компрессор различные для того чтобы уменьшить такие ну микро надрывы мышцы соответственно когда когда мы его применим меньше будет болезненности и быстрее будет восстановление допустим на следующие сутки ну да допустим икроножные мышцы вот это тоже хороший вариант теперь что по травме и холоду есть очень интересное такое акроним международное называется райс к крис до первая буква р это у нас rest это отдых то есть если у нас конечность но например лодыжка или голеностоп повредился нам нужно обездвижить его и не нагружать не нагружать потому что это усугубляет травму и увеличивает кровь которая будет в полость вытекать как бы больше будет восстановление и больше будет каша боли из-за этого поэтому первым пунктом это при получении травмы например тупой травмы человек ударился коленом нам либо вот то что говорил голеностоп подвернул возможно микронадрыв какой-то или связки то нужно первым делом уменьшить нагрузку или полностью ее прекратить зависимостью от тяжести травмы следующий следующая буква это ice холод это вот то что мы говорили то что один из вариантов который мы будем применять дальше я покажу какие способы применения то есть этим уменьшается отек боль и быстрее происходит восстановление следующая буква си это у нас compression компрессия компрессия тут условия какое если мы создаем компрессию например эластичным бандажом этим мы опять ограничиваем полость куда будет вытекать кровь с поврежденного участка на травме да то есть вот следующая буква у нас compression и крайняя буква это elevation прикольно через экран писать что чуть необычно до elevation получается возвышение возвышение участка получения травмы над сердцем это опять все сводится к уменьшению отека меньше туда будет притока крови и соответственно меньше в полость повреждения будет вытекать этой крови то есть вот акроним райс тут еще compression и вот на первом даже пункте rest тут еще можно добавить в некоторых ситуациях шина и все исходящие из нее то есть и мобилизация шина что может быть еще ну гипс в каких-то ситуациях гипс там специальные бинты которые практически как гипс будут выступать да это вот у нас был холод и акроним райс по отношению к травме так следующее у нас тепло когда мы применяем тепло и элементы тепла на поврежденный участок то есть задача тепла увеличить сосуд увеличить этим организовать больше приток крови к поврежденному месту увеличить приток полезных веществ кислорода и соответственно забор поврежденных продуктов распада отсюда и этим вот допустим оси это синяк какой-то там скопившаяся кровь она будет быстрее рассасываться и быстрее восстанавливаться все ткани то есть это основная задача когда ее применять вот это самый такой момент что нужно запомнить про то что мы его применяют пустя 48 часов с момента получения травмы есть еще второй показатель 72 часа 72 часа мы уже ничего не прикладываем пуша нету смысла вы 48 часов и 7 72 до нужно помнить когда мы прикладываем именно элементы тепла так какие случаи это понижение общее общего температуры тела то есть гипотермия когда человек замерзает мы применяем элементы тепла вот в там шея подмышка пах там кладем на живот его укутаем и так далее но элементы тепла размещаем там где у нас крупные сосуды следующее это уменьшение или рассасывание синяка есть у нас область где скопившаяся кровь есть вот мы ее хотим чтобы она быстрее рассосалась и прикладываем туда тепло для того чтобы вот этот процесс максимально ускорить в некоторых случаях это очень важно потому что если синяк не рассасывается длительное время то может быть такое что нужно делать хирургический надрез и эту кровь оттуда убирать вот это вариант когда если мы приложили на травмированный участок тепло для того чтобы рассосать мы смотрим что появляется краснота вокруг то нужно срочно ее убирать и уже мы не применяем на этот участок тепло потому что идет воспалительные процессы и этого делать нельзя вот то есть мы способствуем увеличение размножению различных микроорганизмов то есть это такой вариант когда мы должны контролировать что там происходит потом это хронические боли например периодические боли в спине шеи там артрит единственный момент что нужно конечно тепло тоже применять как и холод очень грамотно по отношению к времени и к температуре там температуре конечно не так важно а вот тут температура должна быть не такая чтоб просто горячо да должно быть тепло умеренно и это примерно но в районе там создать 40 60 градусов то есть это достигается даже если элемент был горячий очень мы количеством слоев допустим ткани перевязочного материала будем регулировать вот этот подачу тепла по отношению кожи к месту травмы то есть хронические боли из-за того что туда больше крови вместо где у нас боль происходит протекает больше крови соответственно меньше будет боль и хороший элемент когда для сна для ситуации допустим головных боли боли какие-то участки мы будем прикладывать элементы тепла и человек лучше будет спать и у него пройдут допустим головы и боли сейчас я вам продемонстрирую элементы холода который мы можем прикладывать поврежденному участку тела и чем чем его крепить это тоже немаловажный момент и через что мы вот этот холод будем прикладывать прежде чем вам это покажу нужно понимать тот момент что если у вас есть возможность использовать холодильник использовать термо сумку вот ну в стационарных местах например это какие-то спортзалы это но если даже брать воинскую часть то где есть электричество можно поставить маленький холодильник и там содержать какое-то какое-то количество вот этих элементов холода которые мы можем применить особенно это будет касаться какие-то мероприятия спортивные когда сдается какие-то марафоны когда есть большая физическая нагрузка соревновательная там рукопашка и так далее так далее где есть возможность получения травмы вот там мы организуем такой пункт где будет помимо холодной воды еще прохладной воды да еще будет и холодильник в котором будут лежать элементы холода если это условие что вам их нужно носить собой это например выход на в отдаленную местность только то что вы взяли вы должны нести это на в рюкзаке это уже другой момент и тогда мы будем брать чуть-чуть другие элементы холода и так давайте я вам покажу сначала какие бывают элементы крепления то есть мы можем использовать обычный бинт для того чтобы через материю его прикладывать и этим же бинтом без какого-то усилия сильного без оказания именно компрессии мы будем вот этот холодовый элемент крепить второй вариант это стрейч пленка тоже хороший вариант который мы можем крепить сначала несколько витков вокруг поврежденной конечности без давления этой стрейч пленкой потом сверху мы прикладываем элемент холода и его крепим этой же пленкой то есть это очень удобно также это к экземные бинты можно только вот без сильного оказания давления вам очень хорошо помогут хорошие пакеты с застежкой zip zip а для того чтобы разместить элементы холода вот в эти пакеты то есть я вам советую если это какие-то походы где есть уже снежно-ледовое покрытие то вот эти пакетики очень будут классные для того чтобы легко набираете либо горной воды в эти пакеты и это вам идеальная да такое компресс холодовый или туда снег либо туда лед вот и у вас получается очень хороший холодовый компресс так теперь дальше теперь дальше вот у нас холодильник и первый вариант это уже предварительно положены заранее смоченное полотенца холодная вот то есть мы можем и приложить голове под затылок на грудную клетку положить то есть очень круто будет охлаждать а также поместив его в этот пакет я могу приложить допустим голени колено и так далее к тому участку где и где где она требуется короче так это первый вариант второй вариант это обычная вода набранная в один пакет и потом один пакет вставлен еще один пакет zip а то есть вот эту холодную воду мы можем и пить мы можем ее прикладывать вместо травмы вот то есть очень получается такая удобная штучка потом это конечно вот такие вот гелевые холодовые компресса данном случае это out venture в спортмастерах магазинах вот они продаются но где-то еще скорее всего то есть очень удобные и если вы заранее заморозили они принципе долго отмораживаются они есть вот такой маленькой формы на тут 300 грамм вес 300 грамм вот собой тащить конечно в рюкзаке вес то есть очень будет не прикольно поэтому вот есть который побольше побольше в два раза эти 600 грамм теперь это натрий хлорид в пакете ну тут 200 миллилитров это тоже у нас и промывка я сделал дырку на голову будет прохладная вода лица либо куда-то уже буду эту этот формат прикладывать то есть очень удобно пакете да это теперь у нас вот такой натрий хлорид то же самое могу и поливать и может человек даже пить некоторых ситуациях вот и опять прикладывать к какому-то участку вот и те варианты которые вы можете носить собой а еще один секретный вариант секретный вариант это у нас рис вот рис до этого был смочен водой потом он был в морозилку помещен и он теперь довольно прохладный то есть вот так вот мы можем какую-то кашу прикладывать участку поврежденному вот так он выглядит так и наиболее такие подходящие если вы будете тащить рюкзак ты все с собой нету стационарного холодильника куда можно разместить это вот такие пакеты гипотермические химический элемент там внутри то есть когда он вступает в контакт происходит химическая реакция и будет холод выделяться вот они в принципе и легкие и не занимает место единственный минус что они конечно насколько они 10-15 минут дают холод потом они уже бесполезны вот но это вот такие вот вам средства которые вы можете использовать в качестве холодового элемента в дополнение вам такой совет что вы должны продумывать куда вы идете характер возможных травм и если у вас есть какие-то мероприятия где человек может получить травму вы продумывайте как вы будете с ней бороться как вы будете помогать ему и либо вы используете холод вы либо вы используете тепло то есть вот вам видео в которой вы можете использовать в качестве подготовки и планирования вот своего действия либо активности на этом все спасибо за внимание с вами был дмитрий мы даем шанс